Привет, с вами Стас Давыдов, и сегодня у нас подборка из серии «Кто не спрятался». На этой неделе не удалось спрятаться панцером на побережье Нормандии, леопарду в лесу, куче бронетехники в песках, трем неудачливым захватчикам и одному невероятно везучему из два. Поехали! Раптор на Ла-5 явно занимается не своим делом. Подвесил бомбы и штурмит, как будто так и надо. Слушайте, ну может так и надо? Немецкие танки скучковались на дороге, прятаться даже не думают, а главное, так кучно стоят, аж глаз радуется. И есть три фрага, и не просто три фрага, а три фрага всего парой крохотных бомбочек по 50 кило. Ну, а леопард спрятался в перелеске и теперь выцеливает противника в гуще городской застройки. Вот, только он не учел, что с воздуха в тепловизор горячий танк сияет, как новогодняя елка. Корректируемая авиабомба пошла, ну и закономерный результат. Хотя, постойте, взрывом ангар отправляется еще и пролетавший мимо МиГ-27. И ренесемся на одну небезызвестную песчаную планету. Командир ракетной пусковой установки замечает на горизонте танки противника и выпускает оба пакета ракет почти целиком. Ну, на кого рандом пошлет. Минус четверо. Вот уж и в самом деле, кто не спрятался, я не виноват. Держи свое золото. Дой Цун на РБТ-5 приближается к точке захвата, а другую, тем временем, начал захватывать враг. Где он? Да пойди пойми, спрятался где-то в плотной застройке. Может, шугануть его, ну, чисто на удачу. Торпедный залп. И удача не подвела. Разве что на точке прятался не один, а сразу три танка и всех троих мигом сдуло в ангар. А вот сталкер на тяжелом ИС-2 выкатился сразу на нескольких противников, любой из которых отправит в ангар с одного выстрела. Да еще и бомба сверху свистит. Но погодите-ка. Взрыв бомбы ставит на дыбы остов сгоревшей пантеры, а она корпусом ловит тот самый снаряд, который предназначался нашему герою. Какое шикарное комбо. Ну, вот и теперь можно и прятаться. Пока танкисты прячутся, мы переходим к награждению работ с Life War Thunder. Приз этой недели забирает Вота Педро за камуфляж патрульного корабля Ким Кю. Вот как бы он выглядел, если бы попал во вьетнамскую береговую охрану. Кстати, в комментах периодически спрашивают, в каких программах можно создавать свои камуфляжи для игры. Рассказываю. Для начала скачайте CDK, Content Development Kit. Это пакет, созданный нашими разработчиками специально для мододелов. А чтобы рисовать сами камуфляжи, я бы порекомендовал Substance Painter. Он несложный и очень удобный. Вот, буду ждать ваших работ и, конечно же, свежих повторов с крутыми моментами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!